С моим трёхклассным образованием, вот среди экспертов по европейской интеграции, сложно, конечно. Я по-простому попытаюсь сказать. И получилось так, что мой сосед, он такой очень тоже простой, как и я, человек, и он встретил меня сегодня, когда я выходил ехать к вам на программу, и он сказал, сказал, Григорий, а что и почему? Я говорю, а вы как думаете? Он говорит, знаете, вместо того, чтобы 7 раз отмерить и 1 раз отрезать, 7 раз отрезали, а потом то, что осталось, на голову не натянешь. Это он сказал о безвизовом режиме. Я не понимаю, как можно было 10 раз или больше называть конкретные даты, что будет безвизовый режим. Я вам гарантирую, запишите, перепишите, покажите, кто и почему посоветовал президенту, если, конечно, он не сам придумал, говорить это. И поэтому, когда мне говорят, что у нас самая успешная дипломатия всех времен и народов, я хочу сказать, кто ответственен за то, что Украина, которая раньше Молдовы получила, на полгода план Ди по либерализации, Молдова с апреля 2014 года, граждане Молдовы, безвизовый режим, а Украина, которая получила в 2010 году, а, кстати, в июне 2014 года, через 2 недели после инаугурации президента Порошенко, перешла ко второй фазе плану действий. Кто мешал, минутку, кто мешал в 2014 году, в 2015 закончить этот план действий, и кто будет отвечать за то? Вопрос ответственности. Давайте мы не будем. Смотрите, вот, я просто возмущаюсь. Знаете, когда вот вы сказали, многие говорили. А вы же были министром иностранных дел. Мы Путин, мы Путин, мы Путин. Вы были премьером по европейской интернерации. Господин, я просил вас все-таки, я просил вас все-таки не вспомнить, как это было, как будет, вы можете просто прогнозировать? Когда говорят, что это был первый саммит, на котором мы требовали, требовали, когда говорят, что мы загнали евробюрократов в угол, когда говорят, мяч теперь на стороне Европейского Союза, ну, для меня это признак некомпетентности, извините. И поэтому некомпетентность есть тогда, когда есть безответственность. Первый вопрос. Кто ответит за то, что Украина, имея все возможности, стартовые лучше, выполнил парламент то, что нужно сделать, до сих пор не получила безвизовый режим. Второй вопрос. У Грузии спросите, которая вместе с нами не получила визовый режим. Господин Мариев, вы лукавите. Грузия вместе с нами не получила безвизовый режим. Слушайте, мне сложно с вами спорить, вы, конечно, больше знаете, чем я. Но вы же целый пример были понежно. Оно... Вот.